всем привет сегодня у нас уазик наконец-то короче вчера начал разбирать где-то что-то проковырялся долгое это полдня наверное если не больше вроде бы окажется ерунда туда разобрать от начинаешь ковыряться одно другое третье что нам тоже геморроя много оказывается на самом деле еще как бы это как-то так неудобно в некоторых местах не подлезть ничего там какие-то трубки шланги там где-то откручивать более так неудобно я сначала поддон снял посмотреть что там внутри поддон снимаешь когда тут там такая крышка стоит на сцеплении ее снять на трубу выхлопную тоже снимать там не подлезть никак и не снимешь так вот такой видок тут разобрал радиатор снял сразу же тут не радиатор то по-любому все равно снимать надо будет по идее может диффузор было наверно снять я не вылезу мне не вылез бы все равно ну что да да так и так радиатор потому что он туда как глубоко стка бы стоит двигатель вот там где прям самого как вплотную прям к стенке там ты она выдвинуть вот сюда вот так заподлицо там еще сцепление же считай будет сколько-то там торчать да так и так радиатор снимать ну принципе тут радиатор как бы не долго снимать все легко снимается по идее и вот я вот он вместе прям с вентилятором один вентилятор тут отпал но он давно уже так я так и не могу понять до сих пор что-то почему-то сломала все это вибрации для чего главное вот это все нормальный все целое даже трещин нету неких а на этом отпала посмотрим по идее они вентиляторы эти нафиг не нужны я сколько ездил один раз включался вентилятор это около дома здесь я подъехал что-то жара была или не помню что то ну летом заглушил вроде бы даже он раз включился у меня где гудел один раз как-то почему-то больше так ни разу не включался там гидро муфта стоит она как бы по идее так нормально вода вот гидро муфта вентилятор вот заводская еще гидро муфта стоит вентилятор заводской не менял ни разу радиатор вот и отменены уже родной тут алюминиевый стоит давно уже тысяч тридцать сорок где-то пробег был на двадцати тысячах где-то на примерно уже начал течь молодец по краям вот тут вот как вот 100 и вот эти где к бачку они там припаяны приварены здесь вот по краям вот так началось мокрить как бы там сильнее сильнее потихонечку взять трескаться на чего больше больше и потом тысяч тридцать или сорок где-то было вот я поменял вот этот латунный поставил все вот он сколько уже лет считай стоит пробег сколько там сто шестьдесят и сколько там уже ничего получается чтоб снять двигатель еще укрепление двигателя крутить надо будет и там сверху на коробке там вроде болты верхние какие-то еще вроде бы есть про фиг знает там я не смотрел ну и всякое должно быть сверху еще тут стартер снял я там чтобы он не мешался он не вес и болты вроде там насквозь тоже идут его по-любому снимать на потом чуть еще трубу выхлопную вот открутил она правда не знают может мешаться будет может не будет как ну выдвигать когда движок она торчит так далеко и там рамоту сбоку как-то и фиг знает там открутить и все заржавело если там откручивать дальше там соединение есть где этот как он такая мягкая как гофра как бы типа перед гофрой там не подлезть и она что ржавая там только но срезать это и сваркой или чем-то или этим болгарки там болгарки тоже не подлезешь не знаю короче шкив сразу снял лишнее такое чувство что повинь пойму полегче он был вот здесь провода вот эти вот с форсунок вот эти фишки замучился снимать вот здесь вот тут внутри не подлезть никак вот это еще с края более-менее те но с той стороны тоже более-менее вот эти середина вот эти две были не подлезть никак так неудобно одной рукой так залазишь она как кое-как там рука так залазит и брана нажать и выдернуть и как силы не хватает она такая шляпа тут их подвизжалка вот эти все провода шлейфы сюда чтоб не мешались его здесь газовое оборудование от форсунки идут вот на печку там шланги подключены идут вот с этой стороны более тоже так неудобно сделано сам вот как-то внизу там не подлезть вообще тогда такой дурдом замучился откручивать там их только блин полчаса на два шланга эти откручивал не мог снять гидроусилитель сюда как бы его снял тут сразу же крепления есть прям полностью с корпуса ну как как натяжное гидроусилитель и сюда так его откинул сторону чтобы не мешалось патрубки убрал радиатор еще легко снимается тут главное гидромуфту снять тут неудобно вот эти болтики два болтика откручиваешь потом срываешь эту гайку она против часовой стрелки раскручивается ну как левая резьба здесь как ключ вставил так молотком постукал тык 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 и он раз меня сорвало сразу но только надо это чтобы в этот стоял ремень если снимешь ремень то уже сложнее будет снять скорее всего это ну он крутится так будет прокручиваться шкив и не снимешь и потом это чё гидромуфту снял тут на диффузоре вот он дефузор стоит тут два болтика сверху и он по так верху как бы достается ну тут немножко так зацепляется вот здесь так аккуратно раз вытаскиваясь вытащил их тут все уже пустое такое место как получается свободное потом радиатор тоже тут сколько работа вот этих два болта и он так достается тоже он здесь вот на подушках резиновых стоит вот такие подушечки типа стоят и тут главное это вот крепление для старого радиатора еще это вот ну на простых на хантерах вот такие радиаторы помню раньше стояли такие круглые подушки тут идут и крепление главное до сих пор вот на этих на патриотах приваривают главную раму когда делают я не могу понять на хрена может фиг знает может на какие-то модификации видим оставится с таким радиатором ушки это военные там или я не знаю вот здесь радиатор получается вот так он стоит и здесь вентилятор уже вот здесь прям плотную там диффузор маленький такой а здесь радиатор как бы так сюда дальше смещен и диффузор такой здоровенный по идее тут еще двигатель как бы еще цилиндр 5 можно засунуть спокойно или двигатель более ну более большего размера сюда запихать можно спокойно но он ставят эти японские там какие-то узеты там два узеты или какие-то три узеты или как-то там я не знаю сюда втыкаю спокойно подходят и туда он смещен двигатель вон там прям вплотную вот прям вплотную к стенке там там даже руку руку так не засунешь чё к чему так сделали как бы на сюда немножко выдвините вот чуть-чуть сантиметра два-три хотя бы чтоб он там к стенке не задевал туда ну там как этот уплотнитель такой как он поролон как он называется шумоизоляция он там вплотную к этому шумоизоляции к этой немножко можно было сдвинуть вот так и там удобнее было что-то там подлазить там я не знаю он головку тоже снимать крышку снимать там плотную так все тоже как-то тоже ну так как-то не продумано сделано тут поднимать высоко я думал это вот он же высокий уазик вот за это бревно и зацеплюсь то там скоба есть с той стороны можно вот за но за эту сбоку вы может запчет прибить какой-нибудь скобу тоже лебедку засыплю как бы приподниму его движок кверху и машина потом куда отъедет но откачу и назад просто тут резиночки он все-таки протерлись какие-то все тут резиночка плотнитель тут чего еще показать вот это я сам делал резинки сюда чтобы грязь не залетала где-то по лужам когда едешь вот здесь ну тут рулевое закрывает тут нормально тут вообще дырка такая большая тут сюда грязь залетит потому что в грязи весь двигатель рулевое вот стоит она вроде американская и вот оно считает сколько лет уже четко работает ну подрегулировал вот здесь вот болтик такой как регулировочный люфт зацепление к вот этом в червяке там как там не знаю сектор там этот ли как винт сектор или как там не знаю устройство вот я только подрегулировал чтобы она не стучала когда люфтом есть руль так тык-тык-тык-тык как едешь когда тык-тык-тык-тык у них болезнь у этих вазиков когда даже на новых покупают и начинает руль стучать ну не могут потом что-то там ну гадают думаю что такое ну как где стук оказывается вот рулевом просто там точно так подвести чтобы плотно-плотно как бы плотную чтоб люфта не было и туго чтоб сильно тоже не было и не стучит и никак бы не туго как бы рулевое самое то всех волнует вопрос что там случилось с двигателем самое главное сейчас расскажу короче это когда проверял стук было здесь где-то впереди слышно было что вот тут лет ну там ниже это вот внизу вот тут вот впереди и так и знал что на первом цилиндре проблема с первым цилиндром так оно и получилось угадал бы ну слышно было что спереди это стук идет и получилось я покажу поддон вот поддончик смотрим поддончик наблюдаем поддон сам открыт тут еще такая как как она называется остается такая штука типа чтоб масло видеть туда-сюда не перед не перекатывалась как я еще вон сколько грязи даже здесь везде вот такая шляпа и вот это что такое кто скажет вот этого хрень специально так вот не убирал и вот эта заглушка с коленвала в комментариях не писали там кто-то что типа это заглушки там выпадывают на них у них такая фигня бывает блин если бы я знал раньше что они на самом что они выпадывают и заглушки вы уже давно разобрал бы поддон снял и посмотрел в учетом чему получается без этой заглушки ездил где-то где-то год точно ездил наверно если не больше больше не кажется даже и получается на один шатун без заглушки сколько лет работал но без без масла что без давления получается по сути как так она она пластмассовая видно и главное как это покоцанная стала протертая всякая или как-то на так выкрутилась не полностью выкрутилась как-то задевала может там как-то фиг знает обчета там шоркалась как я не могу понять тут вот пошоркана тоже вот здесь к этот покоцанная все и вот куски от вкладыши чего расплющила все расхерачиваем но не я за рулем был все равно сам виноват бы надо было давно поддон снять видел же давление нету еще говорил я уже давно говорю когда газ бросаешь на маленькая какой-то падала а когда газуешь на так более-менее поднималась но тоже не сильно такое высокая где-то там на горячую полтора два очка вот так вот поднималась ну максимально два с половиной может там максимум по идее надо было давно поддон снять уже так бы я вот даже представить бы себе не мог что вот может с каленвала заглушка выпасть поле какой-то бред вообще но по идее можно было снять посмотреть просто что там просто проверить даже может масляный насос там что-то не того еще сказать ерунда фиг знает всяко бывает скорее всего каленвалу кирдык там пришел что-то ну тоже стопудово там конец его расхерачивала ну что стуки такие мощные были получается если бы ну по идее вот но он стучать начал сразу нужно было глушить и все и тащить домой его а там они ехали в лесу зимой минус 30 было на хитрой там перед не доезжая хитрой где-то и мороз минус 30 было видать они так ну до конца ехали а этом связи нету на наверх подняться на хитрую чтоб связь там было ну чтоб позвонить допустим машину чтоб приехала машина и они поднимались видать там это но так уже стучал движок потихонечку видеть пока заехали и все и он еще сильнее лет расхерачил по идее если бы ну во время вы заглушили сразу как только начало стучать скорее всего даже не просто вкладыши поменял бы разобрал новую заглушку поставил и все и дальше езди опять может было все вкладыши можно было поменять и коренные шатунны и ничего бы не стало сейчас вот такая херня геморрой так сейчас не знаю коленвал буду смотрел на авито коленвалы где-то десятку мод поддержанные можно купить там видел коленвала 10 тысяч шатуны даже продают поддержанные 409 движок новый стоит где-то 26 27 вот самая маленькая цена там в интернете находил а там какие-то больше даже по 30 35 какие-то не там всякие тоже есть короче геморроя нажил себе на голову с этим уазиком чтобы ездил ездил бы вот снял стартер искра название сделано в россии главное и вот этот стартер короче вот не поверите вот заводской стоит стоял тут не ни разу не снимал я его он такой черный весь грязный и он все работает до сих пор дети сам как-то вот обычно у нас буханка там вот которая ну видео у меня есть по буханке там меняли эти стартеров уже штук 5 на поменяли там пробег уже больше 200 но все равно там что-то постоянно они накрывались стартеры и вот родной накрылся как-то недолго не родной что-то 1100 наверно прошел может это так примерно можно можешь меньше потом которые покупали уже новые они что-то там буквально хватало на 30 тысяч там на 40 на это вот масляный насос такой тут такой штырёк главное вставляется при привод такой интересного круглый шатуны откручиваются вот такой на ключ на 14 это как на обычный ключ под на 14 только звездочка чтобы вот он первый цилиндр шатун люфт какой все расхерачивал полностью вот он такой стуки был сильный отсюда но понятно было что это больше ничего не может быть я покажу где заглушка там было все ржавая такая рама вся ржавая какая-то стала охренеть вон она вся ржавая какая так вид отсюда вот болты эти гайки верни на 14 а вот покажу маховик он все сухо вообще вот коренной этот вот сальник еще заводской до сих пор как бы ну не менял ни разу коробку не снимал ни разу тоже вообще ничего ну вот раздатку коробку сцепление не менял заводское сцепление стоит тоже вот никто не поверит наверно коробка раздатка все целое но все стоит родное от этого штука это вот это вот постоянно брякала вот здесь болты заржавели вот они вот это соединение где идет все ржавое они как-то болты не знаю скоро на проржавеют наверно эти болты отпадет тут все надо вообще по идее выкрутить на ругну новый болты сделать прокладку нового на его на некий ржавый он болт я офигеваю он ослаивается аж кусками такими какие-то как-то нас убилом срезать или как тут неудобно гофра целая все как ну вот это как она сеточка порвалась а так как бы целая не пропускает все нормально вот по это полу круга вот эта штучка как называется крышка вот это вот она так стоит то прикручиваясь как бы кверху сюда там блоку и так и и сцеплению это туда корпусу этого сцепления коробки тут крепление при вот это трубу откручивать так неудобно тут вообще не подлезть ничего он там она как-то вот состоит болт особенно с этой стороны вот сзади тут какая-то еще фигня вот это тоже как она называется тоже вот экран вот тут болт вот эти откручивается я не знаю тоже его на придется как-то на вот срезать или чего ты этот болт вот эта крышку чтоб тут удобнее было потом прикручивать ну что она все заржавела заболтается но не затянуто лучше переделывать заглушка где стояла дырка здорово блин была бы хоть маленькая дырочка какая-то опять она и маленькая бы все равно как он проработал такое время без этой заглушки очень не могу понять может она держалась кое-как там как-то не знаю тут задевала просто вот пошуркалась то может как-то стояла видимо еще а тут видимо совсем выпало то и это настуканул движок видим скорее всего мне так кажется вкладыш какой лепесток стал лепесток лепесток через запад на восток он вкладышку и стал охренеть прокладка какая-то как железная железная с резиновой такой как вставкой по краю такая резинка черная и сама прокладка как алюминиевая то это что снимать движок буду это ну покажу как че тут процесс происходит так сказать посмотрим но это другую серию на разделу попадала короче на бабки опять сто лет бы ему ни хера бы него какой придурок эти заглушки пластмассовые сделали придумали так они главное как это они там я смотрел они даже не видно что они там как-то контрятся там картину как стопорятся там не стопоров никаких ну как кернение какое-то ничего такого нет они как на конусные просто она видно конусная заглушка в тугую просто затягивается ну видимо скорее всего слабо затянули потихоньку потихоньку может нагревается пластмасса как-то осела может может размякла как-то и потихонечку вылезла хрен знает да не мне кажется если туго закрутить она блин в жизни мне кажется никогда не вы не вылезет там один раз только менял помпу здесь и термостат менял один раз и то я оставил что-то как-то плохо грелся он двигатель как ну как сказать где-то он 80 градусов был с чем-то там 82 так 84 я поставил на 9 это не 87 градусов ли стоит да на 87 чтобы немножко погорячее был чтобы тепла хватало на редуктор на газовый чтобы ну как бы лучший газ работал когда большие обороты допустим быстро едешь если и газооборудование ну видят не успевает там нагреваться и срабатывала как это но отключалась как температура видят ну пониженная была потом сделал вот им термостат другой погорячее немножко и стало нормально так ладно на этом закончу пишите в комментариях кто чё знает по коленвалом по этой всей херне а там где-то на блоке между прочим блок это 406 ну такой же что 406 что вот этот 409 там где-то я читал и там написано внутри там 406 на блоке а коленвал какой-то он другой вроде бы 409 он какой-то как увеличенный ход у него ну как ну выше поднимается как колено выше всем всего хорошего удачи и до новых встреч всем пока такая вот чепуха с уазиком приключилась бы